Учиться танцевать никогда не поздно. В Запорожье открыли школу танцев для тех, кому за. Уроки будут проводиться каждую пятницу в ДК «Титан». Записаться на бесплатные мастер-классы может любой желающий пенсионер. В школе уже провели первое занятие. И Негагой до пенсионного возраста еще далеко, зато она оценила танцевальные таланты тех, кто не стареет душой. Возраст танцам не помеха. В этом уверены запорожские пенсионеры. В подтверждение этих слов собрались в ДК «Титан». Здесь открылась первая в городе школа танцев для пожилых людей. Прологом к этому был. Это бал ветеранов, который проходит ежегодно. И когда ветераны обратились в мэрию, обратились в управление культуры, то по ее инициативе мы создали такую школу, которая будет работать у нас круглогодично. «Танцевальный класс будет хорошей первой ласточкой и, конечно же, не последней. И в наших планах это сделать во всех районах и в парках города летом». На первое занятие во Дворце культуры собралось немало людей – победители и участники предыдущих ветеранских баллов. Неля Васильевна и Алексей Иванович узнали об открытии школы от знакомых и не смогли пропустить такое событие. «Танцевальные мастер-классы назначены на каждую пятницу. Запись на уроки по телефону. Обучать запорожских пенсионеров вальцу, танго, ча-ча-ча и многим другим танцам будут местные хореографы. Занятия для тех, кому немного за 30, Мирослава Попова проводит уже не в первый раз. Говорит, к тренировкам ученики относятся ответственно и схватывают все на лету». «Работая с ними, получаешь массу удовольствия, потому что детей иногда приводят родители, поскольку сами не реализовались в бальных танцах. А здесь люди, которые действительно вкладывают душу, желания, они чувствуют себя здесь счастливыми и нужными и друг другу, и вообще в обществе». В школе танцев организаторы планируют проводить не только мастер-классы, а еще открытые уроки и конкурсы на лучшую пару. Также здесь ученики смогут увидеть выступления танцоров международного уровня и, самое главное, познакомиться с новыми интересными людьми.